Сегодня в нескольких населенных пунктах Малокарачаевского района республики прошли встречи с населением по вопросу догазификации. Каковы условия участия в программе? Кто имеет возможность по социальному контракту провести голубое топливо не только до земельного участка, но и до газового оборудования? Ответы на эти и другие вопросы интересовавшие сельских жителей в сюжете Артура Мхце. Одна из улиц села Красный Восток как бы делит населенный пункт на счастливых пользователей газовых сетей и тех, кто вынужден самостоятельно завозить голубое топливо в свое жилище. Пока количество таких граждан довольно велико. Однако по поручению главы региона власти района проводят с населением разъяснительные встречи, на которых объясняют правила и условия присоединения к системе газоснабжения. У жителей села было немало вопросов к руководству района и газовой службе. Далеко не все изначально понимали, на что имеют право, в каком случае газ будет проведен за счет государства не только до земельного участка, но и к самому газовому оборудованию. Как вы, там вы сказали, прожиточным мином 12 петра. Я куда вхожу или нет? Смотрите, у вас рабочая группа, инвалидность. Сколько вас человек проживает? Я один живу. Вообще никого нету больше. Вы один проживаете. Получаете? Нет, вы не попадаете под это. У вас доход превышает величину прожиточного минимума. Как получать 14,5 тысяч рублей Мухаммед сможет провести в дом газ, пока непонятно. Возможно, когда-нибудь примут программу, позволяющую это сделать бесплатно и тем, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум. У каждой семьи свои нюансы. И такие встречи как раз помогают одним получить и другим предоставить более исчерпывающую информацию. На сегодняшний день заявлено 630 человек. Подали заявление 282. Сегодня, почему я сюда приехал, в 2014 году в Малокарачевском районе 10 сельских поселений. Все поселения газифицированы, 100%. Но вот эти селы были газифицированы в последнюю очередь именно благодаря главе республики, не по какой-то программе, а именно по инициативе главы республики. И больше всех подано заявление отсюда. Немало вопросов у людей вызывает возможность воспользоваться социальным контрактом, то есть бесплатно провести газ в домовладение. А это ни много ни мало существенная экономия семейного бюджета. Как пояснили в газовой службе, заявителю необходимо соответствовать нескольким критериям. Быть трудоспособным, не пенсионером по возрасту, а также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Аналогичный вопрос интересовали и жители соседнего села Кызылпакун. На каждый представителей власти и распределительной кампании давали подробные ответы. Собственно, для того и проходят сейчас во всех районах Карачао-Черкесии подобные встречи, чтобы люди наконец-то смогли воспользоваться теми благами, доступ к которым государство предоставляет бесплатно. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачао-Черкесия, Малокарачаевский район.